Медиагруппа «Авангард» представляет Криптографический фронт Великой Отечественной войны – тема малоизвестная в России и читателям, и зрителям. А ведь советские криптографы внесли очень значительный вклад в Великую Победу. Эпизоды, связанные с борьбой на криптографическом фронте – это эпизоды интеллектуальной борьбы криптографов Советского Союза, наших союзников, и криптографов Германии и их союзников, в том числе Японии. Наш рассказ как раз и будет посвящен теме криптографического фронта в период Великой Отечественной войны. И цель его – дать представление о том, как же происходила интеллектуальная борьба на криптографическом поприще между советскими криптографами и их противниками, и как была одержана победа в этой борьбе. А победа была одержана, несомненно, и эта победа стала очень важной составной частью в Великой Победе и советского народа, и его союзников в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. В тяжелый, самый начальный период Великой Отечественной войны перед Московской битвой криптографы получили возможность прочитать важные японские правительственные телеграммы, документы, свидетельствующие о том, что Япония не начнет войну раньше определенного момента времени. И руководители Советского Союза, оценив эти документы, приняли обоснованное решение о возможности переброски под Москву в самый напряженный момент, когда немецкие войска вышли к городу, и оборона советская испытывала большой дефицит сил. Вот в этот самый напряженный момент времени советское руководство смогло обеспечить переброску войск с Дальнего Востока и из-за Байкалья. Речь идет об октябре, ноябре 1941 года. Под Москву было переброшено больше десятка кадровых, хорошо обученных дивизий, дивизий, не испытавших горечи поражения в первые месяцы войны, что очень важно. Вместе с войсками были переброшены по тысяче танков и самолетов. Конечно, это одновременно и подвиг железнодорожников, которые сумели в кратчайший срок обеспечить переброску такого количества войск. Шифрование японской дипломатической переписки – это был очень большой успех советских криптографов. Он был достигнут за счет некоторого задела, созданного еще в довоенное время, поскольку отношения с Японией до 1941 года были весьма напряженными, и большое внимание уделялось дешифрованию переписки японского руководства. Это потребовало колоссальной, напряженной, самоотверженной работы криптографов, прежде всего организаторов этой работы. А такими организаторами как раз и были Борис Алексеевич Аронский и Сергей Семенович Толстой. Ими был достигнут тот успех, который по достоинству был оценен высоким руководством Советского Союза. Можете себе представить, что в апреле 1942 года, когда так скудно награждались подвиги воинов Красной Армии, вот в этот момент Аронский и Толстой были удостоены высшей награды Советскому Союзу – орденов Ленина. Конечно, в полевой, боевой обстановке противник использовал более простые криптографические средства – кодирование, простую замену. В этих условиях очень значима была деятельность основных фронтовых частей радиоразведки, а именно радиодивизионов особого назначения. Именно им удалось установить факт переброски румынских и итальянских войск на замену немецких воинских формирований северо-западнее и южнее Сталинграда. Об этом немедленно было доложено командованию. И именно там, в этих местах, 19 ноября 1942 года началось победное контрнаступление советских войск. Вот представьте себе начало войны. Миллионы, миллионы попали в плен. А под Сталинградом, спустя полтора года, после этих катастрофических поражений, была одержана победа. Вот что значит наличие управляемости войсками. А управляемость войсками обеспечивается связью и информацией о противнике. Радиоразведка постоянно обеспечивала советское командование информацией о дислокации противника, о составе его войск, о намерениях войск противника, что помогало нашему командованию маневрировать своими возможностями, своими вооруженными силами и тем самым обеспечивала победу и в контрнаступлении, и в уничтожении окруженных войск под Сталинградом, обеспечивала ту победу, которую мы называем победой в Сталинградской битве. И ту победу, которая стала переломным моментом во всей Второй мировой войне. Аппаратура засекречивания телефонной связи – это самое высокое достижение советских криптографов во всей Второй мировой войне. Как это было важно, можно понять по тому, какой это дало эффект в Курской битве. Благодаря постоянной связи Ставки, командующих армиями, фронтами в Курской битве удалось обеспечить победу в этом тяжелейшем сражении. Создание этой аппаратуры началось непосредственно перед Великой Отечественной войной. Аппаратура «Соболь», о которой мы говорим, была создана под руководством и по инициативе Владимира Александровича Котельникова. Он был и выдающимся ученым в области радиотехники, радиофизики, и выдающимся организатором создания шифровальной аппаратуры. Принципиально нового в этой аппаратуре было то, что в ней сочетались возможности перестановки частотных полос спектра речевого сигнала с перестановкой участков речевого сигнала вот это сочетание и позволило обеспечить безусловную стойкость аппаратуры шифрования телефонных переговоров. Оказалось, что для того, чтобы создать такую аппаратуру, надо было использовать и потенциал блокадного Ленинграда. Только там, на заводе имени Кулакова, сумели организовать изготовление очень важных частей аппаратуры засекречивания телефонных переговоров, а именно магнитных барабанов для временной задержки речевого сигнала. Для командования безусловно аппаратура Соболь была незаменима. Командующие фронтами, армиями, в полевой обстановке, по телефонной трубке, могли, не задумываясь, сообщать секретную информацию и вставку, и переговариваясь между собой, и таким образом решать вопросы взаимодействия, что на поле боя имеет исключительно важное значение. Аппаратура Соболь-П использовалась и на фронтах до самого завершения Второй мировой войны, и использовалась она во время мирных переговоров Москвы с Веной, Хельсинки, Парижем, и использовалась безусловно и на известных нам конференциях в Тегеране, в Ялте. Конечно, аппаратура Соболь защищалась очень хорошо, и противнику не удалось получить экземпляры этой аппаратуры, она была небольших размеров, помещалась в чемодане и была легко доступна в переноске и в перевозке. Безусловно, вопрос стойкости аппаратуры засекречивания телефонных переговоров был всегда очень важен. Командование и специалисты отслеживали любую информацию касавшуюся нашей аппаратуры засекречивания телефонных переговоров информацией, исходившей от противника, из дошифровальных подразделений противника. Такую информацию сообщали пленные, бывали и перебежчики из дошифровальных подразделений немецкой армии. И они констатировали тот факт, что не удается немецким дошифровальщикам взломать нашу шифрованную телефонную связь. Ну, у командования были и другие, разумеется, возможности узнать о невозможности дошифрования, засекречивания, потому что немцы не старались перехватить эти переговоры, а зашумляли их всячески. А это уже явное свидетельство, что аппаратура засекречивания телефонных переговоров недоступна взлому дошифровальщиков противника, иначе они стремились бы эти переговоры перехватить. Мы говорим о криптографическом фронте, существенное его отличие от горячих фронтов, боевых фронтов, состояло в том, что фронт этот начинался уже за многие тысячи километров от линии боевого соприкосновения войск. Криптографическая защита требовалась для буквально всех областей, для всех сторон жизни советского государства. даже такой казалось бы момент отвлеченный от военных действий как метеосводки играл большую роль в вооруженной борьбе, особенно в условиях севера, и потому и метеосводки тоже активно защищались по линии гидрометеорологической службы, защищались и шифрами, и кодированием. Эта информация, которая была необходима нашим войскам, я имею в виду метеоинформация, безусловно, интересовала и противника, особенно в условиях Крайнего Севера. Там противник был лишен возможности получать метеоинформацию, от своих станций наблюдений за погодой. Немцев очень интересовали эти сводки, они даже предпринимали попытки захвата полярных станций, чтобы получить метеосводки и главные шифровальные документы, которые использовали наши полярники для передачи метеоданных. Вот один из таких эпизодов произошел даже в сентябре 1944 года. Казалось бы, это было время, когда советские войска вели наступление уже далеко на западе, а вот в это время немцы высадили десант с двух подводных лодок на полярной станции на западном побережье Таймыра. Цель их была захват шифровальных документов и документов связи на этой полярной станции. Они прекрасно представляли себе по крайней мере структуру передачи метеоданных и вот код полюс, который в ту пору только вводился еще, он их очень интересовал. Код полюс оказался в руках у немцев, но в кратчайшее время после прекращения сообщений от полярной станции на мысе Стерлигова согласно правилам код полюс был выведен из действия, несмотря на то, что он только еще вводился в действии в ту пору. Так строги были правила использование шифровальных документов в передаче данных по линии гидрометеослужбы. Здесь уместно рассказать о том, что дешифровальная служба Северного флота сумела вскрыть засекреченную систему передачи метеоданных, которую использовали немцы в Северной Норвегии. И благодаря этому и наш флот, и особенно военно-воздушные силы всегда имели в своем распоряжении точную информацию о Агоди, о метеоданных на севере Норвегии, что было очень важно и для сопровождения конвоев арктических, и для действия наших войск на Арктическом театре военных действий. Методы дошифрования аппаратуры засекречивания телефонных сообщений постоянно развивались. Появлялась новая измерительная аппаратура, что очень существенно, и советские криптографы сумели найти подходы к дошифрованию собственной аппаратуры засекречивания телефонных переговоров. Успех был обеспечен в значительной степени за счет создания принципиально новых радиофизических методов анализа. За этим успехом по решению руководства Советского Союза были брошены большие силы на развитие этого успеха. В силу важности самого направления была создана и знаменитая Марфинская лаборатория, а в последующем и развернутые большие работы по созданию аппаратуры и засекречивания телефонных разговоров, и по созданию высокоскоростных шифраторов. Спустя какое-то время у всей этой работы появился весьма важный итог. и советские криптографы, и советская криптография, и шифровальная промышленность вышли на передовые позиции в мире. Вполне можно сказать, что советские криптографы одержали победу в своем интеллектуальном противостоянии с могучим противником. немецкая техника была образцом для не только советских инженеров и ученых, но и для британских, американских ученых, вообще для всех ученых и инженеров. Несмотря на все это, советские криптографы субели, начиная с ручной обработки перехваченных сообщений противника и начиная с первых опытных образцов шифровальной техники достичь к концу войны и в первое послевоенное время такого положения, что созданная по их разработкам аппаратура была недоступна для дошифрования криптографами самых развитых стран мира. Так развивались события на незримом криптографическом фронте, но успехи, победы на этом фронте немедленно отзывались победами и на горячих фронтах, и самое главное, они сберегали жизни тысячи тысяч советских воинов, в том числе и дедов и прадедов нынешних школьников. Достойны благодарной памяти и достижения советских криптографов и наших замечательных конструкторов шифровальной техники и организаторов производства шифровальной аппаратуры. Достойны благодарной памяти и сами победы на криптографическом фронте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры